Всем привет, друзья! С вами Неломок, тут у меня есть еще помощник по имени Цезарь. Мы сегодня продолжим играть в игру под названием Тук-Тук Литературный Клуб. Загрузить последнее наше вот сохранение. Итак, поехали! С кем мне дальше поделиться своим стихотворением? С Моникой! Последняя девочка, это Моника у нас осталась. Кстати, поддержите меня лайком, если вам нравится, как я эту игру прохожу. И мне сказали, что здесь дальше будет какая-то жесть, но пока что никакой жести не вижу. Вижу только четыре милых девочки, и все. Ну, посмотрим, что будет дальше. И снова здравствуй, Неломок. Ну, привет! Как творческие успехи? Нормально, я думаю. Меня это устраивает. Устраивает все, кроме плохого. Так, я рада, что ты стараешься. Так что, возможно, скоро ты сочинишь шедевр. Ахаха, я бы на это не рассчитывал. Никогда не знаешь. Наперед. Хочешь поделиться своим сегодняшним творением? Конечно, вот. Я протянул свое стихотворение Монике. Моника посмотрела. Хорошо. Отличная работа, Неломок. Пока я читала, у меня в голове звучало изумленное... Оооо! Очень метафорично. Не знаю почему, но я не ожидала, что у тебя получится нечто настолько глубокое. Похоже, я тебя недооценила. Мне проще поддерживать всеобщие ожидания на низком уровне. Таким образом, окружающие будут считать, что я приложил какие-то усилия. Ахаха, это не совсем честно. Впрочем, думаю, это работает. Ты знал, что Юре нравится такой стиль? Полный образов и символизма. В отличие от Сайори, который любит использовать простые и прямые слова для описания счастья и печали. Юрий любит оставлять читателя простор для поиска собственного смысла. А плодотворно писать таким образом очень сложно. Обе они дают читателю что-то найти или почувствовать. Или же дают ему возможность глубокого анализа всех нюансов. Это может потребовать многих лет практики, которые я, как полагаю, есть за плечами у Юри. Правда, я никогда ее об этом не спрашивала. Уверен, я пока с ней и рядом не стоял. Не стоит так сильно из этого переживать. У тебя есть свои достоинства. Просто продолжай учиться и работать и опробовать новые приемы. Ладно, хочешь теперь прочитать мое стихотворение? Мне понравилось то, что у тебя вышло. Надеюсь, тебе тоже понравится все. Ладно, давай посмотрим. Так, спаси меня называется. Цвета, они не останавливаются. Яркие прекрасные цвета мерцают, взрываются, пронзают. Красный, зеленый, синий. Бесконечная какафония бессмысленного шума. Шум, он не прекращается. Безумные, грохочущие волны пищат, визжат, пронзают. Синус, косинус, тангенс. Как играть с пластикой на диджей вечеринке. Как проигрывать винил на холодной пицце. Бесконечный стих бессмыслицы. Такое что-то, загрузи меня. Че это она написала такое? Хм, это даже более абстрактное, чем предыдущее. Ха-ха-ха, думаю, у меня просто такой стиль. Извини, если тебе не нравится. Нет, я этого не говорил. Просто, наверное, прежде я ничего подобного не видел. Мне нравится играть с местом на бумаге. А в зависимости от того, где и как ты расположишь слова, настроение стихотворения может полностью измениться. Это почти как магия. То, что я пишу такие короткие стихи, создает впечатление, будто они пытаются перекричать шум. Ясно? Хотя мне по-прежнему трудно понять, о чем стихотворение. Ах-ха-ха, порой не стоит спрашивать, о чем стихотворение. Стихотворение может быть столь же абстрактным, как физическое выражение чувств. Или разговор с читателем. Короче говоря, не каждое стихотворение о чем-то рассказывает. В любом случае, вот тебе писательский совет дня от Моники. Иногда ты оказываешься перед трудным выбором. В таких случаях не забывай сохранить игру. Никогда не знаешь, когда ты можешь передумать. Или когда может случиться что-то неожиданное. Стоп, а этот совет вообще приемлем к поэзии? Что я такое говорю? Ах-ха-ха-ха, это мой совет на сегодня. Спасибо, что выслушал. Надо сохраняться чаще. Так, хорошо, я это как бы запомнил. Итак, друзья, все закончились с течением стихов. Я хотела со всеми вами поговорить кое о чем. Не могли бы вы собраться передо мной? Это насчет фестиваля? Ну, вроде того. Уф, нам и правда нужно в нем участвовать. Я сомневаюсь, что всего за несколько дней мы сможем подготовить что-нибудь интересное. Вместо привлечения новых членов мы, скорее всего, просто опозоримся. Меня это даже беспокоит. Приготовление в последнюю минуту не мой конек. Да не волнуйтесь вы так. Мы сделаем все по-простому. Идет? Нам понадобится только несколько небольших декораций. Сайори рисовала плакаты, а я сделала дизайн листовок, которые мы будем раздавать во время фестиваля. Хорошо, это все замечательно, но я так не поняла, что именно мы организуем для фестиваля. Ой, прости, я была уверена, что ты уже слышала. Мы организуем выступление. Выступление? Моника, да мы будем выступать своими стихами. Каждый из нас выберет стихотворение, которое будет читать на фестивале. Но изюминка в том, что мы позволим прочесть стихотворение любому желающему. Ну, Сайори как раз пишет информационные плакаты, чтобы у всех было время приготовиться. Ихи, Сайори подняла плакат, который раскрашивала в данный момент, чтобы нам было видно. Моника, ты издеваешься? Я надеюсь, вы ведь еще не начали их расклеивать? А, ну, вообще-то начали. Думаешь, это плохая идея? Ну, не то, чтобы идея неплохая, но я на это не подписывалась, знаешь ли. Я ни за что не стану выступать перед кучей народа. Я-я-я, согласна, Снацуки. Я бы никогда в жизни не смогла сделать такие... Представим. И в себе это Юрия яростно замотала головой. Девчата, оставь Сайори. Я понимаю их реакцию. Не забывай, что кроме этих двух дней Юрия и Снацуки никогда ни с кем не делились своими стихами. Я прошу слишком много, ведь им придется читать свои стихи вслух перед большой аудиторией. А почему-то... Я почему-то упустил этот момент. Простите меня. Хм... Однако, я все еще считаю, что мы обязаны выложиться на полную. На нас лежит ответственность за судьбу литературного клуба. Если мы возьмем инициативу и хорошо выступим, то и других вдохновим на чтение стихов. А чем больше людей будет выступать, тем лучше у нас получится донести до них, насколько захватывающей может быть литература. Да, ведь она раскрывает ваши чувства. Это словно заглянуть глубоко внутрь себя, открывать новые горизонты и повеселиться. Да, именно. Ведь как раз по этой причине мы и собрались в этом клубе. Разве не хотели бы вы поделиться этим с другими? Вдохновить их на поиск тех же чувств, что привели сюда вас? Я знаю, что да. Я знаю, мы все хотели бы этого. Но если все, что для этого требуется, это простоять перед комнатой аудитории пару минут и прочесть стих, я не сомневаюсь, что у вас получится. Хм... Нацуки и Юри молчали. Сайори выглядела взволнованной. Похоже, у меня не остается выбора. Я согласен. Я буду читать. И я не думаю, что ты просишь слишком много. Как по мне, Сайори с Моникой очень стараются привлечь клуб новых членов. Небольшое выступление меньше, что мы можем для них сделать. Ну, может и так, но... Кажется, у Нацуки не осталось аргументов. Мм... Ум... Хорошо, ладно. Наверное, мне просто надо пройти через это. Отлично! Фух. Спасибо, Нацуки. А ты, Юри? Мм... Юри удрученно обвела взглядом замершие в ожидании лица. Ох... Мм... Полагаю, у меня особо нет выбора. Ахаха, значит, выступаем все! Юри, ты лучшая! Этот клуб когда-нибудь точно станет моей могилой. Юри, боже, у тебя все отлично получается, Юрий. Итак, передаем. Перейдем к главному. Я хочу, чтобы все выбрали по стихотворению. Мы будем тренироваться читать их друг перед другом. Ни за что! Моника, это слишком внезапно. Если ты не можешь прочесть их перед друзьями, как ты собираешься читать его перед незнакомыми людьми. О нет, не волнуйся, я буду первой, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Можно я буду последней? Ха-ха-ха, ну конечно! Так, посмотрим. Моника пролистала тетрадь до стиха, который приготовила для выступления. Затем она встала за кафедру. Стихотворение называется «Как мы летаем». Моника начала читать. Класс наполнился ее чистым, уверенным голосом. Более того, ее интонация безупречна. Она знает, как точно передать эмоции каждого читаемого предложения. В ее словах ощущается жизнь. У нее еще уже большой опыт таких выступлений. Или это природный талант? Я поглядел вокруг себя. Все неотрывно смотрели на Монику. Сайори выглядела зачарованной. У Юри было напряженное выражение лица, которое я никак не мог понять. Наконец, Моника закончила чтение. Мы вчетвером зааплодировали. Моника перевела дыхание и улыбнулась. Ты так здорово выступила, Моника. Ха-ха-ха, большое спасибо. Я просто очень хотела подать хороший пример. Ты готова продолжить, Сайори? Я пойду следующий. Юри? У-у-у, Юри вдруг загорелась. Юри зажала в руках листок бумаги и поднялась. Опустил голову, она торопливым шагом прошла за кафедру. Да кафедру, я тебе пишу это слово обычно, читай как кафедра. Стихотворение называется Юри встревоженно на нас посмотрела. Ты сможешь, Юри. Оно называется послеобраз, послеобраз багрового глаза. Голос Юри задрожал, когда она начала читать. А ведь буквально только что она наотрез отказалась это делать. С чего она вдруг решила пересилить себя. Когда Юри прочла в первую пару строк, ее голос изменился. Это почти то же самое, когда Юри поглощает книги. Дрожащие слова превратились в отточенные слоги энергичной и смелой девушки. Ее стих изобиловал внеземными сменами ритма и рифмы, которые она великолепно подчеркивала интонацией. Мы наблюдали проблеск будущего пламени, что сидит скрытый от всех в голове Юрии. Внезапно стихотворение закончилось. Мы все остолбенели. Юри вернулась в реальность. Она в недоумении оглянулась вокруг, словно очнулась от наваждения. Я пришел мой черед спасать ситуацию. Я первым захлопал в ладоши. Все тут же поддержали меня, и мы вырезали Юрию ее справедливо заслуженное признание. Выразили Юрию справедливо заслуженное признание. Дело вовсе не в том, что мы не хотели хлопать. Просто она так застала нас урасплох, что мы совсем забыли об этом. Пока мы хлопали, Юрия прижала листок со стихом к груди и поспешно вернулась на свое место. Юрия, это было великолепно. Спасибо, что поделилась с нами. Так, и так Юрия тоже отстрелялась. Ладно, думаю, я следующая. Сайори спрыгнула со стула и быстро шагнула. Стих называется «Мой друг». Ах, ахаха. Простите, смешинка в рот попала. Сайори смешинка в рот попала. Эхи-хи. Сайори, это намного сложнее, чем я представляла. Как вы так просто справились, девочки? Хм, попытайся не думать о том, что ты читаешь кому-то. Представь, что ты читаешь сам о себе перед зеркалом или про себя. Это же твое личное стихотворение. Так получится лучше всего. Я поняла. Ладно. Сайори начало читать. Почему-то возникло чувство, будто мягкий голос Сайори специально был для этого создан. Стихотворение не отличается чрезмерной жизнерадостью, так свойственной самой Сайори. Но оно умиротворенное и немного грустное. Если бы я сам прочитал его, оно бы вряд ли меня впечатлило. Но когда я слышу голос Сайори, то открывает для себя совершенно новый его смысл. Может быть, это имело в виду Сайори, когда говорила, что ей нравятся мои стихи. Я будто заглядываю глубже внутрь человека, от которого, как я думал, знал вдоль и поперек. Сайори закончила, и мы все зааплодировали. Я сделала это. Хорошая работа, Сайори. Хе-хе-хе, даже не ломок меня похвалил. Наверное, это хороший знак. Что это вообще значит? Вышло очень красиво, Сайори. Атмосфера стихотворения тебе как раз подходит. Но может статься, что для других стихов такой способ подачи не подойдет. А я не совсем понимаю. Другими словами, я видела некоторые твои стихи, где ты такой мягкий, подходный, не срабатывая так же хорошо. Возможно, им понадобится больший напор. Это зависит от того, что ты читаешь. О, я понимаю, что ты хочешь сказать. Я практиковала такие вещи. Я просто пока стесняюсь перед всеми. Хе-хе-хе. Тогда в следующий раз я попрошу тебя выбрать стих, который бросит тебе более серьезный вызов. Не забывай, до фестиваля у нас осталось совсем немного времени. Хорошо. Так, кто следующий? Нацуки? Хммм. Не заставляйте меня выступать раньше, чем выступит Неломоп. С вами мне все равно не сравниться. Сперва пусть лучше Неломоп снизит заданную вами планку, прежде чем пойду я. Нацуки. Все нормально. Мне нужно просто пройти через это. Правда, у меня не то, чтобы большое собрание стихов. Так что я зачитаю то, что подготовил на сегодня. Я поднялся и прошел за кафедру. Правильно я говорю? Кафедра. Кафедра называется, видимо, такой постамин, где они становятся все и читают эти стихи. Все впились в меня взглядами, отчего мне стало ужасно неловко. Я зачитал свое стихотворение. Поскольку уверенности в собственном стиле у меня не было, мне трудно было соблюдать правильную интонацию. Несмотря на это, закончив, я получил свою порцию аплодисментов. Извините, до вас мне еще далеко. Пусть это тебя так сильно не тревожит. На мой взгляд, дело скорее не в твоих способностях, а в отсутствии уверенности в стиле. Но со временем это придет. Да, может и так. Вот и славно. Осталась только ты, Нацуки. Да-да-да, уже иду. Нацуки, не хотя, встала со стула и проследовала за кафедру. Стихотворение называется... Называется... Что вы на меня все так уставились? Ты ведь выступаешь? В общем, стихотворение называется прыг-скок. Нацуки сделала глубокий вдох. Как только она начала читать, ее недовольный образ немножко смягчился. Она читала без особого энтузиазма, но в самом стихотворении чувствовались и рифма, и ритм. Это фирменный стиль письма Нацуки, и он, на удивление, хорошо работает, когда стих читает вслух. Слова будто скачут вверх-вниз, придавая стихотворению жизнь. Нацуки закончила, и мы все захлопали в ладоши. Она угрюмо плюхнулась на свой стол. Было не так страшно, правда же? Тебе легко говорить. Лучше не заставляй меня проходить через это снова. О-хо-хо-хо-хо. Но теперь-то ты чувствуешь себя более уверенно, чтобы зачитать стихотворение перед большой аудиторией. Я хочу сказать, что как раз перед незнакомыми людьми это будет куда проще. Перед другими людьми я могу носить любую маску. Но если речь идет о моих друзьях, мне становится неловко. Как неожиданно, Нацуки. А вот со мной все как раз наоборот. Что ж, я говорю так, как оно есть. Так что, ну в таком случае, насчет фестиваля тебе можно не беспокоиться. Подводя итог, я хочу поблагодарить всех за наши сегодняшние достижения. Это может быть непросто, но я надеюсь, что теперь вы все понимаете, каково выступать перед публикой. Обязательно выберите стихотворение для фестиваля и поработайте над чтением. Хорошо? Я займусь буклетами, так что сообщите мне заранее, с чем будете выступать. Ёлки! Надо бы мне найти другой стих для такого мероприятия. Все нормально. Тебе не обязательно брать стих собственного сочинения. Я уже приятно удивлена, что ты вкладываешь столько сил в наш клуб. Я по-настоящему счастлива! Моника, Моника, счастлива! Ах да, никаких проблем. Ладно, ребята, думаю, на сегодня мы можем закругляться. Я знаю, что фестиваль вот-вот наступит, но давайте постараемся и на завтра тоже напишем стихи. Пока все получается так здорово, что хотелось бы продолжить. А что до мероприятия, завтра мы его спланируем и у нас будут выходные, чтобы подготовиться. Понедельник будет грандиозным днем. Жду не дождусь. Я смогу, я смогу. Ладно, ладно, я встал. Я никогда не могу проявить столько же энтузиазма, сколько есть у Сайори с Моникой. Но я хотя бы постараюсь выступить достойно. Если это ради клуба, ради того, чтобы впечатлить Монику, тогда я приложу все силы. Ты готов идти, Сайори? Ты готова идти? Ой, извините. Ага. Посмотрите-ка на этих двоих. Всегда домой ходят вместе. Нацуки что-то ревновать начинает. Это так мило. Ты не находишь, чем Моника поддакивает? Эхе-хе. Блин, девочки. Только не раздувайте из этого целое событие. Юри подошла. Но все равно это, наверное, приятно. Но она немножко грустит. Краснеет, но грустит. Глаза отводит. Смотрите-ка. Так, ну... Эм... И как мне на это ответить? Все в порядке, не ломок тебе. Не нужно ничего говорить. Ладно, пойдем уже. Итак, мы потопали домой. Я снова иду домой с Сайори. Хоть прошло всего несколько дней, эм... Дней, много всего изменилось в моей жизни. Однако сегодня по дороге домой Сайори ведет себя гораздо тише, чем обычно. Слушай, Сайори... А, извини, я задумалась. Ха, неудивительно. Ммм... Я тут думаю кое о чем. Мне нравится, когда мы... То есть... Сайори пыталась подобрать слова. В общем, представь, что однажды Юри попросила тебя пойти с ней домой вместе. Что? А? Что ты... Что ты ей ответишь? Что это за вопрос такой? Ты меня сейчас поставила в тупик. Эхе-хе-хе-хе-хе. Я пойду с Юри. Я все равно выберу тебя, Сайори. Я не знаю, что мне ответить. Я сейчас нахожусь первый раз в такой ситуации, где мне надо реально сохраниться, наверное. Назад. Сохранился. И кого мне... Я пойду с Юри. Я сейчас обижу Сайори. Ну, подождите-ка. Я могу ей сказать, что я пойду с ней. Но когда у меня будет реально предложение, я могу пойти с Юри. Это подло. Но я не хочу сейчас ее обижать. Давайте, я все равно выберу тебя, Сайори. Давайте, я не буду ее обижать. Сайори. Ты и правда считаешь, что я бы поменял тебя на Юри? Ээээ. Но она такая умная и красивая. Ммм. Я и так... Я и так ее в клубе вижу каждый день. К тому же я знаю, как ты любишь ходить домой вместе. Я никогда не лишил тебя этого удовольствия. Нилон, ты такой глупый. Глупый? Чего? Иногда ты слишком много обо мне печешься. Юри определенно этого заслуживает. Так что, если она захочет, Сайори я уже сделал свой выбор. Правда, иногда я совершенно не понимаю, что у тебя на уме. Прости. И вообще, что толку говорить о том, что никогда не произойдет? Ммм. Разговор себя исчерпал. Странно видеть, что Сайори это так сильно беспокоит. Я просто хочу уважать ее интересы и делать все, чтобы она была счастлива. Опять же, до фестиваля еще несколько дней. Кто знает, что произойдет за это время? Фух, как-то мы вышли с положения. Итак, опять мы сочиняем стихотворение. Итак, вот они все подпрыгивают. И давайте выбирать. Уют, радога, время, страдания, путешествия, друзья, кульминация, аура. Так, прыгает опять Юри. Капли счастья, вращение судо, судоба, Валентинка, без тучи, стыд, безответственный, Валентинка, капли счастья, желание, энтропия. Есть. Что такое, не знаю. Неудача, прощение, поражение, перо, общение, роза, очаровать глупые, облака, неудача. Неудача? Ай, не угадал. Хихикать, сладкие, сокровище, объятие, смерть, смерть. А ой, опять не то. О, мучительный, любовь, волосы, зефир, скакать, прыгающая, решимость, спасли образ, жаждать, жаждать. О, есть. Ваниль, купальник, щеки сломаны. Вселенная. Есть. Страсть, щенок, молитв. Страсть. Ай, ужас. Есть. Нездержанные, приобретение, кролик, грызть, надежда, депрессия, кунь, каникулы, пышущий, носки. И депрессия. Не то. Праздник, неконтролируемый, пушистый. Предусуждение, наслаждение. Шепот, губки, гнев. Гнев. Есть. Воображение. Есть. Закат, счастливая помада, радость, музыка, вместе, философия. Есть. Одиночество. Ай, не то. Расхождение, прогулки, цветок, скуды, искрытый, ошибленный. Тьма. О, нет. Боль. Опять не то. Свадьба, ощущение, похоть. О, мир, леток, поцелуй. Не то. Фейерверк, приключение, смех. Инферно, помню. Мэйл, непогашенный, молоко, экстремальный, пижама, розовое одеяло, бесконечный, необычный. Не то. Идет конфеты, мирные, неуклюжие, бойня, блеск, банти, головокружение, блестящие шрамы. Не то. Я почему-то сейчас начал путать. Я мало ответа. Ой, ну надо же. Я снова пришла последней. Не парься. Я сам только что зашел. Ты снова практиковалась в игре на фортепиано? Да. Муника играет на фортепиано. Ох, ох, ох. А ты полна решимости. Открылась новый клуб, стала учиться игре на фортепианино. Хм, я бы не назвала это решимостью, скорее страстью. Не забывайте, что я не, что не будь, здесь у вас не было боеклуба. А я просто вне себя отчасти, что вы все согласились помочь мне с выступлением на фестивале. Ох, ох, ох. Скорей бы он наступил. Все будет просто супер. А? Разве только вчера это не было поводом твоего недогадования? Ну да. Я не имею ввиду наше участие в фестивале. Я говорю, одни, когда можно ничего не делать, играть и есть кучу всяких вкусностей. Почему-то ты сейчас очень похожа на Сайори. Моника, они ведь обычно говорят, готовят жареных кальмаров. Кальмаров? У тебя довольно специфичная причина ждать фестиваль. Ой, да ладно. Хочешь сказать, что тебе не нравятся кальмары? Вот именно. От тебя я этого никак не ожидала. О, я не говорила, что они мне не нравятся. Кроме того, что значит именно от тебя? А то и значит, они у тебя в имени. У тебя нацуки. А имени? Моника? Ээээ. В моем имени нет ничего подобного. И вообще, эта шутка теряется, теряется при переводе. А, понятно. То есть, Моника как-то по-английски будет, видимо, как кальмар читаться. Эээ. А, не важно. Давайте сосредоточимся на подготовке к мероприятию, хорошо? Хе-хе-хе. Ладно, ладно. Твоя реакция все равно не такая забавная, как у Юрия и Сайори. Прошу прощения. А где, собственно, Сайори? О, вот ты где. Так, Сайори сделала. Сидела за партой в углу комнаты, уставившись в пустоту. Я подошел к ней. Привет, Сайори. Я помахал рукой у нее перед лицом. Эээ, ты снова витаешь в облаках. Ах, эхе-хе, прости. Не обращай на меня внимания. Иди поговори с остальными. Хм, у тебя все хорошо. Разумеется. А что может быть не так? Просто ты ведешь себя немного странно. Извини, если на вот, на это самое, потревожил. Боже, ты слишком много во мне беспокоишься. Я в порядке, видишь? И Сайори широко мне улыбнулась. Не позволяй мне отвлекать тебя и развлекайся с остальными. Ну ладно, как скажешь. Я взволнованно поглядел на Сайори, прежде чем развернулся и пойти к остальным. Однако их разговор уже завершился и все вернули к своим делам. Может, стоит спросить Монику о нездоровом поведении Сайори? Сайори, раз они готовились к фестивалью, наверняка провели немало времени вместе. Я неуверенно подошел к Монике. Она как раз разбирала на столе какие-то бумаги. Ниламуб, как дела? Слушай, это может прозвучать немного странно, но не заметила ли ты в последнее время в поведении Сайори что-нибудь необычное? Что-нибудь необычное? В каком смысле? Может, я, конечно, выдымываю, но мне она сегодня кажется немного мрачной. О, вот как? Не могу сказать, что замечала за ней что-нибудь такое. Моника украдкой посмотрела в угол комнаты, где Сайори отрешенно водила ластиком вверх-вниз по парте. Может, ее что-то беспокоит? Для меня более странно то, что это не я тебя спрашиваю о ее состоянии. Ниламуб. То есть, я должен быть знать лучше про нее все. Ты ведь знаешь ее куда лучше меня. Ну вот, да. Но она практически никогда себя так не вела. Она всегда делилась со мной тем, что ее беспокоит. Но когда я ее сейчас об этом спросил, она, по сути, дала мне ворот-поворот. Извини, я понимаю, что это не твоя проблема. Я просто хотел узнать, вдруг тебе что-нибудь известно. Забудь. Нет. Постой. Для меня это не менее важно. Ведь я тоже ее друг. И я заботюсь о благополучии членов своего клуба. Давай я сама с ней поговорю. А? Ты уверена насчет этого? Кажется, она хочет побыть в одиночестве. Так ли это? Может, ей просто трудно быть откровенностью с объектом твоего... Своего интереса? Опа. Объектом интереса? Что ты под этим имеешь в виду? Я говорю о том, что она может подумать... Думать... Может думать о тебе, Ниламуб. Обо мне? Как ты вообще пришла к такому заключению? Ну, возможно, я скажу лишнее. Но ты знаешь, что у Сайори все разговоры только о тебе? Ооо... Она стала заметно счастливее с тех пор, как ты к нам присоединился. Словно яркое пламя вспыхнуло у нее внутри. Что? Не может быть! Сайори всегда была такой. Она постоянно излучала солнечный свет. Она всегда такой была, как... Тогда, как и сейчас. Э-э-э-э-э, Ниламуб, ты такой забавный. Ты никогда не задумывался, что она такая веселая. Только когда рядом ты с ней. Ммм... Ах... Вот тут я точно сболтнула лишнего. Извини, с другой стороны, откуда мне знать? Я не должна делать поспешных выводов, так что просто забудь все, что я сказала. Я попытаюсь поговорить с ней, так что не ломай пока сильно над этим голову. Ага, хорошо. Моника многозначительно улыбнулась. Зная, она просила не думать об этом, но я уже понимаю, что мне никак не выкинуть ее снова из головы. Моника встала и пошла через комнату туда, где сидела Сайори. Она присела рядом с ней и мягко начала что-то говорить. Но говорила она так тихо, что со своего места мне было не услышать, что именно. Я вздохнул и тяжело сел за парту. Хоть Сайори и сказала не волноваться о ней и веселиться с остальными, для меня это невозможно, пока она сидит там в мрачные тучи. Насколько же сильно она мне дорога, если меня это настолько угнетает? Теперь у меня ощущение, будто я веду себя странно. Но мне ничего не остается, кроме как ждать Монику. Почему у меня такое чувство, будто за мной наблюдают? Я оглядел комнату и тут я заметил, что Юрия украткой поглядывает на меня из-за своей книги. Однако она мгновенно отвела взгляд и снова смущенно ткнулась в книгу. Я понял, что так она никуда не продвинется. Я еще ни разу не видел, чтобы Юрия подошла к кому-нибудь и по собственному желанию завязала разговор. Так что мне ничего не оставалось, кроме как взять инициативу в свои руки. К тому моменту я средь девушек уже вполне освоился. Я встал из-за своей парты и сел за соседнюю с Юрией. Так, она покраснела. Я не хотела тебе мешать. Расслабься, ты даже ничего не сделала. Но я поняла, что ты хотела остаться наедине со своими мыслями. Наедине со своими мыслями. Как ты догадалась? Это состояние, в котором я перебываю довольно часто. Для меня несложно это определить по твоей позе и выражению лица. Но я не таращилась на тебя. Ты не подумай. Я бы ничего такого неприличного не сделала. В любом случае, ты права. Извини, если я побесхупокоил тебя. Не извиняйся. Твои трудности забота лишь тех, Тех, кто охотно разделит их с тобой. Конечно, если и такие, есть и такие, кому комфортнее держать тревоги в себе. Но если ты предпочитаешь поделиться со мной тем, что тебя терзает, Я с радостью тебя выслушаю. Ах да, тут ничего такого. Мне просто немного не по себе из-за Сайори. Сайори? Да, она сегодня какая-то сама не своя. Когда я у нее спросил, что не так, она не захотела со мной делиться. Поэтому я и не могу отделаться от мысли, что с ней что-то произошло. О, как романтично. А? Прости, я какую-то глупость сейчас сказала. Дело не в этом. Я просто не хочу, чтобы ты поняла меня неправильно. Просто мы с Сайори дружим очень долго, с самого детства и все. Ах, ясно. Тогда, наверное, для тебя необычно, что она не посвящает тебя в свои чувства. Или, может, это я навоображал себе, Бог, ведь что? Не ломоб. Мир полон скрытых смыслов, но чтобы их обнаружить, нам приходится учиться читать между строк. Так же и в каждом человеке. Как бы хорошо ты его не сдал, остается много неразгаданных тайн. Ааа, получается, ты тоже думаешь, что за этим что-то есть? Уммм. На мой взгляд, Сайори очень сложная личность. Ее манеры и причуды не всегда отражают то, что происходит у нее в голове. К тому же, Сайори может и не всегда понимать, чего она хочет сама. Я тоже заметила ее сегодняшнее неординарное поведение. И мне она так же не безразлична. Но в твоем случае, похоже, она занимает все твои мысли. Я права? Ну, пожалуй, что так, Сайори. Она и правда много для тебя значит, да? Ммм, пожалуй. Но тебе не обязательно выражать это так. Мы просто хорошие друзья, только и всего. Так, Юрия вдруг пристально посмотрела мне в глаза. Ее лицо было спокойным, а в взгляде читалось любопытство, словно она что-то искала. Смутившись, я отвел взгляд. Порой, тайны человека не раскрываются даже перед ним самим. И тебе, заботливому и честному, возможно, еще предстоит обнаружить в себе чувства, о которых ты не подозревал. То есть, я полагаю, что ей бы крупным повезло, если бы ты относился к ней именно так. Юрия, ты слишком меня переоцениваешь. Я парень простой. И я думаю, что уж свои это чувства понять вполне способен. Во мне и близко нет твоей утонченности. Ох, это не комплимент, не так ли? Что есть, то есть. Ладно, раз уж мы здесь, может немного почитаем? Ммм, если ты не возражаешь, то я только за. Мне все равно надо на что-нибудь отвлечься. Почему бы нам не начать? Да, давай. На самом деле, у меня есть просьба. Не возражаюсь, если я сперва заварю чай. Ни капельки. Большое спасибо. Если что, и может сделать чтение приятней, так это чашка ароматного чая. Да еще и заваренного, собственно, ручно. Юрия встала и подошла к кладовке. Юрия встала и подошла к кладовке. И пошла делать чай. А мы сегодня с вами завершаем играть в эту игру. Литературный клуб Тук-Тук. Мы к ней еще вернемся. Будем ее дальше проходить. Но от вас я всего лишь прошу поддержки, лайка. И, в принципе, все. О, да, наверное. Правда, что мне говорят, что будет трэш, будет какой-то ужас. Но пока что я его здесь совершенно не вижу нигде. Игра пока что милая, интересная. Много текста, правда. Но это и изюминка таких игр. Здесь надо много читать и вникать в суть сюжета. Картинки немножко есть. И главное, здесь сюжет. Все. Увидимся в других роликах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok